Всем привет! Сегодня я покажу подборку из 20 интересных инструментов сайта Алиэкспресс. Мы подобрали только самые свежие и актуальные инструменты, которые точно вам пригодятся. А если вы досмотрите ролик до конца, то сможете принять участие в новом конкурсе от нашего канала. Присаживайтесь поудобней, а мы начинаем! Слайсер или ломтерезка для мяса. Благодаря своей надежности и функциональности, прекрасно подойдет как для ресторанной кухни, так и для специализированных отделов супермаркетов и небольших магазинов. Хорошо продуманная эргономика делает его удобным и безопасным в эксплуатации. Неодимовый магнит – это мощный прибор, который можно использовать в разных областях промышленности. Состоит из сплава неодима, бора и железа. Известен своей силой на магничивание и высокой стойкостью к размагничиванию. Магнит не теряет свойства на протяжении многих лет, а подтверждает качество этого товара 7000 заказов и только хорошие отзывы. Универсальный ленточный съемник масляного фильтра. Используется для всех типов масляных фильтров. Удаляет фильтры с минимальными повреждениями. Подходит для фильтров диаметром от 60 до 120 мм. Битумная лента – самоклеящаяся и гидроизоляционная лента. Она состоит из специального битума, модифицированного синтетическим каучуком и высококлейкими полимерами, покрытая упрочненным алюминиевым листом. Клеящийся состав защищен силиконовой пленкой. Отлично подойдет для герметизации примыканий кровли, трещин, щелей, соединений. Модуль индукционного нагрева металла с катушкой. Входное напряжение от 5 вольт до 12 вольт. Такой модуль отлично подойдет для нагрева или закаливания бит для отвертки или шуруповерта. Подсветка для барбекю. С помощью регулируемого зажима универсальный светильник очень легко закрепить в любом месте. Состоит из 12 светодиодов и крепится на гибкой ножке. В набор входят три батарейки типа 3А, но мне кажется, что такой светильник будет хорошим помощником на токарном станке или в мастерской. Молоток обратный с присоской. Обратный молоток хорошо зарекомендовал себя в области работы с металлическими поверхностями. А именно рихтовочные работы кузова автомобиля. Для небольшого изменения геометрии кузова автомобиля не обязательно использовать дорогостоящие оборудования. Достаточно воспользоваться обратным молотком. Обратным молотком можно выполнить небольшие кузовные работы самостоятельно, не прибегая за помощью к специалистам. Накладка резиновая предназначена для установки на подкатный домкрат. Изготовлена из высококачественной смеси резины, устойчива к высоким и низким температурам. Крепится на опорную площадку штока домкрата с целью не смять и не осарапать поддомкратники или ребра автомобиля при его подъеме. Угловой магнитный уровень. Удобный и компактный угловой уровень, который позволит сделать точные замеры. Имеет удобную и привычную метрическую шкалу. Четыре магнита и прочную эластичную ленту для простой установки. Крепежное отверстие позволяет установить уровень на деревянных опорах. С его помощью можно будет быстро и точно определить необходимый угол поверхности. Рыболовный крючковязь – петлевязь, который значительно облегчает и упрощает процесс привязывания крючков в домашних условиях и на рыбалке. USB-тестер – это измеритель напряжения и тока, проходящих через USB-порт. Отлично подойдет для проверки работоспособности USB-портов, шнуров, зарядных устройств, адаптеров. У тестера есть функция измерения потребляемой энергии, что позволит оценить реальную емкость батареи в телефоне, плеере, пауэрбанк и т.д. На дисплее одновременно отображаются значения напряжения, тока и емкости. Столярный циркуль с иглой применяется для вырезания отверстий от 10 до 150 мм. Циркуль представляет собой ось с иглой и подвижной ножкой, на которой установлено лезвие. На циркуле есть шкала с размерами, с помощью которой можно очень легко вставлять размеры нужной окружности. Страп-кутер – профессиональный нож для нарезки ремней и полос. Ширина нарезки от 5 мм до 100 мм. В комплекте два лезвия, которые можно затачивать. Не подходит для тонкой кожи. Рекомендуется для кожи толщиной от 3 до 5 мм. Держатель угла заточки позволяет обеспечить постоянный угол заточки и острия ножа при работе на камне. Рекомендуется для заточки ножей с толщиной обуха не более 3 мм. Держатель изготовлен из специального пластика, бережно относящегося к вашему ножу, и идеально гладких керамических пластин, которые с легкостью скользят по водному точильному камню, не причиняя ему вреда. Набор из пяти ступенчатых сверла в алюминиевом футляре. Ступенчатые сверла по металлу предназначены для использования на электродреле или сверлильном станке. Применяются для последовательного рассверливания и правки отверстий в листовой стали, цветных металлах и пластике. Идеальны для работы по тонколистовым материалам. Универсальный держатель платы для пайки предназначен для профессионального использования при работе с печатными платами. Держатель обеспечит устойчивое расположение панели в пространстве. Плату можно вращать на 360 градусов. Очень полезный инструмент – это станок для очистки кабеля. Ручной станок подойдет для разделки круглого кабеля. Магнитная лента изготовлена из резиноподобного эластичного материала. С одной стороны лента покрыта клеевым слоем, за счет чего ее можно крепить к любому материалу. Пневматическая дрель применяется не только для сверления, но и для хонингования. Используется в основном на производстве при проведении монтажно-сборочных работ. Преимущество инструмента – это функция реверса. Скорость вращения – 1460 оборотов в минуту. Штукатурный хоппер-ковш – это современное штукатурное оборудование, заменяющее штукатурную станцию. Применяется для отделки домов, коттеджей, квартир, внутренних и наружных строительных работ. Применяются цементно-песчаные, гипсовые, глиняные смеси. Есть возможность работать с готовыми смесями, а также с растворами. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить несколько простых условий. Подписаться на наш канал, поставить лайк под этим видео, написать любой комментарий по теме ролика. И как только видео наберет 500 лайков, я выберу победителя, который получит 10 долларов любым удобным для него путем. А видеоотчет по конкурсу загружу на свой второй канал. Я всем желаю удачи в конкурсе. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok